В разгар пандемии объездил всю страну и даже бывал за границей, часто игнорируя ограничения и меры безопасности. Экс-глава государства заявил, что переболел коронавирусом, правда, бессимптомно. Такой вывод Игорь Дадон сделал, сдав тест на наличие антител, который показал положительный результат. На прошлой неделе я сдавал анализы, у меня антитела. Оказывается, я болел ковидом. Причем бессимптомно. Тела есть несколько десятков, 40-50 единиц, говорят, что это очень большое. Экс-президент также отметил, что на всех официальных встречах, которые он проводил, он находился в маске, но отметил последние полгода точно. Но упрек в том, что он, не зная распространял вирус, участвуя в масштабных акциях, лидер ПСРМ ответил, что никто не знает, болен ли он в данную минуту. Ну, слушайте, вы тоже не знаете, сейчас больные или нет ковиды? Я сдаю, нет у меня антител. Каждый день? Не каждый день, естественно. Ну, если не издаете каждый день, тогда вы не знаете. И я хожу в маске и не участвую в массовых мероприятиях, в отличие от экс-президента Республики Молдова Игоря Николаевича Дадон. Это вы мне комплимент сейчас. Это не комплимент, это на самом деле обвинение в том, что народ с вас брал пример и тоже игнорировал правила. Пока не ясно, когда Дадон заразился коронавирусом, но тот факт, что у него выработались антитела в той пропорции, как показал анализ на прошлой неделе, свидетельствует, что лидер социалистов перенес ковид недавно. Тем не менее, в последний месяц Дадон был очень активен в социальных сетях. Судя по публикациям и фото в Фейсбуке, бывший президент неоднократно участвовал во встречах с чиновниками, коллегами по партии, посещал с супругой социально уязвимой семьи и даже ездил в Москву. То есть на карантине экс-президент не сидел. О том, что Игорь Дадон не очень серьезно относится к вирусу, свидетельствует заявление, с которым он выступил в первые дни пандемии. Тогда, в то время еще глава государства, пояснял гражданам свою позицию о коварном недуге. И хотя специалисты изначально били тревогу и призывали граждан носить маски и строго соблюдать все ограничения, призыв «Оставайтесь дома» для Игоря Дадона не действовал. Во время чрезвычайного положения, а также во время избирательной кампании он неустанно путешествовал по стране. Более того, в ноябре он организовал масштабную демонстрацию в центре столицы, а также в других районах страны, в свою поддержку на выборах президента. Более того, когда власти четко заявили, что запреты распространяются и на церковное богослужение, Игорь Дадон поспешил заверить священнослужителей, что штрафовать их никто не будет, и что этот вопрос он урегулировал с министром внутренних дел. С самого начала пандемии Игоря Дадона критиковали за то, что он не всегда носил маску и защитные перчатки. Осудил несоблюдение главой государства противоэпидемических мер и тогдашний министр образования Игорь Шаров, когда Дадон побывал в одном из лицеев и опубликовал фотографии, на которых предстает без маски и перчаток и не соблюдает социальную дистанцию. Субтитры создавал DimaTorzok